И мы, как настоящие детективы, выяснили, откуда она взялась. Мы немножко с Пашей заблудились в лицу. Вот такие вот красивые они. Я сейчас вам покажу, как делают, чтобы они стали разноцветные. Ребят, всем привет! Привет! Знаете, куда мы сегодня поедем в эту замечательную погоду? На охоту. На охоту за снегом, хорошим видом и очень классными фотографиями в Кате на инстаграм. Обязательно все подписываемся. Мы приехали на первую локацию. Место, куда нам показывала карта. И здесь дорога была закрыта. Мы остановились около ресторанчика. Здесь прикольный ресторанчик. Мы, правда, там не были. Но внутри очень классно. Зашли, спросили, куда нам. Мы отказали в другое место разворачивать. Мы хотим подняться, ну, хотя бы попробовать вот на тот камень. Камень, гора, гориция. На ту гору. Да, и там должен открыться вообще весь вид на все вот эти горы, на Кайл Кэньон. Это именно здесь мы сейчас. Вот, в общем, немножко нам надо развернуться и поехать в другое место. И тут даже есть немного снега. Мы приехали, куда нам надо. И мы как бы хотели подняться вот на эту гору, на самый верх. Как бы нам не сюда надо было. Да, и с другой... Да, нам надо было оттуда идти было сколько? Что-то полторы мили, там пару километров. Ну, типа три, да? Ну, два с половиной километра. Но это мы должны были парковаться вот там, где снег, с другой стороны. И вот так обойти ее с той стороны. Но там нельзя было парковаться, и дорога была везде закрыта. И нам сказали, парканитесь здесь, и вот тут обойдите, как-то там. И вот так прям напрямик поднимитесь. Мы вообще не уверены, что мы это сделаем. Но я смотрю, вон люди вон идут, кстати. Я даже не вижу, ну, как бы... Тропинки? Да. Она очень скрытная. А, вон она идет. Вот туда. Нам как бы туда надо, тропинка туда идет. И я посмотрела вообще по карте, как-то она очень странная. Ну, вон девчонки рады, видишь, как... Смеют. Посмотри. Ну, и вот сейчас вот здесь. Да. И нам как бы надо вот сюда. Как-то типа вот так вот. А должны были паркануться вот тут. Вот здесь. Да. И обойти нормально. И так обойти. Как-то странно, не знаю. Ну, пойдем, просто погуляем. Ну, снежок потрогаем. Тут, видишь, кто-то снеговика лепил, и он растаял. Это точно окис информация. Вот это снег. Кис. Мы же ехали на охоту за снегом. Вот мы нашли его. Давай, лови его, а то он не пикает. Я поймал. Можно, в принципе, ехать домой. Все, что? Зачем далеко отходить? Куда-то, если вот снег. Держи. Все. Не надо, Кис. Если бы я упал, то это так скользко на самом деле. Вообще прям. Это как-то нормально. Ну, пойдем, пройдемся вон в гору. Нам туда надо. Мы могли бы пойти на другую тропу, где Мэри Джейн. Она... Ну, это далеко. Ну, недалеко. Мне кажется, тут прикольно. Мы здесь не были. Ну, да, то, что мы здесь не были. Мы дошли до снега и обнаружили, что в снегу лежит морковка. И мы, как настоящие детективы, выяснили, откуда она взялась. Как бы просто ни с того ни с сего, среди леса лежит морковка. И мы такие, что она тут делает? Сейчас я вам покажу, откуда она. Это Катя красивая. Мы уже сделали тут пару снимочков. Снимать чекав. Заходите к ней в инстаграм. Там все очень красиво. Ну, если она выложит. Если она выложит, то я хорошо сфоткал. Если нет, то через два дня выложит. Так вот, откуда эта морковка взялась? Как бы снег, снег, ля-ля, тополя. И кто видит? Снеговик. Да, там снеговик маленький стоит. И что, он такой вакикул, Паша? Мне говорят, там снеговик. Я думаю, где? Вот, видите, у него как бы глаза, руки, и там была морковка, видимо, судя по всему. Это не снеговик, это снеговичок. Снеговичок. Так, если кто не понял, то он, вот он. Вот они, разрушители снеговиков. Такие красивые. Тут оранжевая эта миска, чтобы поить. Мы немножко с Пашей заблудились в лицу. Но вообще мы сейчас такие классные фотки сделали. Просто Пашка вообще... Кирилл, ты их не видел. Короче, план такой. Мы не знаем, где мы, и чтобы вертолеты спасательные увидели нас, мы подадим им сигнал. Во-первых, мы из шишек выложим надпись SOS. Мы уже начали, да, уже начали выкладывать. У тебя есть спички? Конечно. Я смотрел Эда Стаффорда, я знаю, как развести костер даже под водой. Так что мы не пропадем. Вообще, на самом деле, я немножко подзамепла. Бананы у нас есть в машине, да. Блин. Классно. Вот, ну покажи, что мы высоко и видим цивилизацию. Вот как-то видно цивилизацию, так что мы идем путь домой. Да, мы будем махать вот так вот. Спасите, спасите. Кстати, вот интересно, что мы хотели снять вот этот домик на Рождество, там, Новый год. Да, мы хотели, смотрели здесь. Ну, какой-то из этих домов. Я имею в виду, просто дом на горе именно здесь. Но они почему-то не сдаются в аренду. Вообще, ничего не нашли. Ну, нашли домики только на одного. А выглядят они все, как будто их в аренду выдают. Ну. Капец, я решила надеть уги, и у меня замерзли в них ноги. Классные уги, просто вообще. Но они не оригинальные, так что как-то так. Вот, поэтому я тут прыгаю всяко, короче, танцую, чтобы согреться. А пока Пашка, знаете, что делает? Пока Пашка выкладывает надпись «СОС». Ну, точно, все, сейчас нас точно спасут. Видно ее, видно? Конечно. Все, нас спасут. Крышка в том, что мы это сейчас так оставим, и тут прохожие будут ходить, и такие увидят, и подумают, что за фигня. Я, короче, вот там вот легла на снег, и замерзла. Так что все, мы идем к машине. Обязательно вернемся сюда летом. Не, ну правда. И проверим, лежат ли эти шишки. Ну, не летом, может, но когда будет тепло. Когда можно просто в кофте и футболке пойти здесь и просто гулять. Дышать свежим воздухом. Блин, вниз так, сколько спускаться. Мы идем по камушкам. Да. Мы идем. Кто-то скользит, а кто-то по камушкам. Такой хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Кто-то скользит. Как-то так. Так, это в Киеве-Джейне. Очень опасно, очень. Пашка. Кстати, сейчас, возможно, там, там же водопад Мэггис-Джейн. Там, наверное, воды много. Как раз вот снег вот этот тает. Вот там сосульки прям свисают, наверное. Думаешь? Не, мне кажется, нет. Он, потому что он на солнечную сторону. Получается, он где-то вот здесь. Вот где-то там он. Мне кажется, еще рано, чтобы он прям много воды было. Да. Через месяц только начнет таять все дико. Ну, может. Пойдем проверим. Ну, точно. Надо туда идти, как бы. Сколько? Два часа. Все, мы уже возвращаемся домой. И, ну, вообще, нормально погуляли. Подышали свежим воздухом. Нормально погуляли. Мы вернулись домой. И смотрите, под дверью меня ждала вот такая вот коробка. Здесь цветы. Как ты думаешь, какие-то цветы? Оранжевые, красные, желтые. А какие цветы? Я только знаю розы и тюльпаны, и хлизантемы. Скорее всего, розы. Я хочу розы. Они разноцветные, да? Да. Я в шоке. Прикольно. Это мне на день он прислали. Он очень низкого, но все равно. Через две недели только. Прикольно. Ты просто стоишь на коленях на полу. Да, блин, ты посмотри, какие красивые. Вау, нифига, это просто волшебно. А они крашены или как? Нет, это, по-моему, так специально выводят сок, потому что, смотри. Либо их, когда они там. Может, их в воде как-то разноцветные выращивают? Блин, я не знаю вообще. Я первый раз такие розы вижу в живую. Всегда на фотке видела в живую не разу. Вот я поставила розы уже в вазы, но у меня была только одна ваза, и в нее все не влезло, поэтому я их разделила. И, кстати, в Америке дарят четное количество цветов чаще всего. Ну, и вообще в магазинах продаются. Вот здесь было... Сколько здесь было? 24. 24 розы. Вот такие вот красивые они. Вообще очень необычные. И завтра они еще распустятся, потому что сейчас такие они закрытые бутончики. И мне кажется, будет вообще еще красивее. Мне стало интересно, как делаются разноцветные розы. И придумали это, конечно же, в Голландии еще в 2004 году. Я сейчас вам покажу, как делают, чтобы они стали разноцветные. Просто берут белые розы, наливают жидкости с красителями, такие разные емкости, и стебель разрезают на несколько частей. Вот тут, допустим, видно желтый цвет и зеленый. Вот это вот один стебель как бы. И, видимо, разноцветные разделяют на много частей, и поэтому они такие короткие, потому что их потом обрезают вот эти, которые разделенные части. И получается вот, типа, как раз, видишь, тут разными цветами. Ну да, они питаются. Да, и типа, можно даже самому попробовать сделать из-за вот красителей вырастить розы. Такие потом получатся вот так. Надо просто тут уже, видишь, как они такие не молодые. Да, надо, когда они еще маленькие делать. Вот ничего сложного. Хочу сейчас принять ванну. У меня здесь есть и новые бомбочки, и новая пена для ванны. И я уже ее помыла, она сейчас набирается. Пока хочу показать вам, что у меня есть, и выбрать, что же я хочу. У меня вот такая вот пена и вот такие вот бомбочки. Давайте откроем и посмотрим, какую же я хочу взять и сделать. Так, здесь есть перечная мята, шоколад, ваниль. Это, наверное, клубник, да, это клубника, ваниль. Дальше шоколад, ваниль. Как вы заметили, тут все с ванилью. И последнее ваниль и корица. Ого, я, наверное, хочу, конечно, вот этот клубничный шофткейк. Это типа чизкейка. Вот такая вот у нас большая ванна. И сейчас хочу добавить туда пену. Леся! Так. Ой! Этого точно будет достаточно. Пока пены немного, брошу бомбочку, чтобы показать вам, как она растворяется. Вот так вот она выглядит. Розовая. Пахнет очень вкусно. Ну что? Ооо, это так странно выглядит. Смотрите, куда она ушла. Прикольно. Я уже сто лет бомбочки не делала. Бомбочки. Звучит это тоже странно. Так же, как и у лица. Такая шипучка. Так пенится. Прикольно, что там внутри какие-то цветочки, лепестки. Не знаю, что это. Прям круто. Вот и все. На сегодня наш вложик подходит к концу. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Кто поставил пальчик вверх. Всем пока-пока. Пока-пока. Это... Как пепперминт переводится, Паша? Паша. Пойперминт, это что? Это перечная мята. Паша. Паша. Песня. Песня. Продолжение следует...